На Духоносор взял всех в плен, но Кир великий все-таки освободил и отдал евреям землю обетованную. Вот бавилонское пленение. Как люди переосмысливают в этом пленении, что в принципе, ну как, всю свою эпоху, что было до этого и что после этого. Ибо, конечно, в горести человек познает и Бога, в горести познает человек жизнь. Бавилонское пленение. Опять пленение. Нынче Бавилон. Кричим от горя, стонем, умоляем. Попрали мы божественные законы и тяжко безрассудность пожинаем. Чего же не жилось достойно нам? Являлись бесконечные раздоры. За весь грехоподенческий бедлам расплатой меч на Духоносора. С утра до ночи, битые плетьми, идем на непосильную работу. С отцами, матерями и детьми являть о Вавилонии заботу. Как иступленно горе с чувств. По душам обреченности разлито. В неволе мы познали воле вкус, сплотив безумию тягостное мыто. А где-то вечный Иерусалим лежит в руинах, псы там обитают. Но все пророчества встают над ним, что благодатную благодатью душу воскрешает. Лежат надежд разбитых черепки, где создалась житейская проруха. Не потому, что стены были не крепки, а потому, что пала крепость Духа. У вавилонских мировых вершин мы осознали благородством меры, что для начала храм святой души нам нужно укрепить всесилье веры. Надеемся на светоносный час, несущий нам пороков отпущения, что сам творец взглянув на нас, дарует счастье своего прощения. Вот это евреи в Вавилоне.